Мы с вами, дорогие братья и сестры, в Трое Воскресенье и Второй Седмицы Великого Поста Святая Церковь поминает всех преподобных отцев Киева-Печерских. Начиная от преподобного Антония, основателя монашества на Святой Руси, и до тех святых угодников, которые пострадали в XX веке, это священный ученик Владимир и множество других великих угодников Божий, которые несят свое послушание не в святой обители, но напитавшись благодатью, молитвами преподобных, они были во всей Русской Православной Церкви. Основав зарубежную церковь, потому что, уходя от безбожной власти, они совершили великий подвиг, путешествие, и, наверное, было не случайно, потому что Европа, и не только Европа, и другие страны были духовно мертвы. И вот когда они приходили туда, они начинали сеять зерно божественной мудрости и божественной благодати. Нелегкий их не был жизненный путь, многие не достигли той цели, которой они хотели, куда они были направлены не по своему хотению, по воле Божьей и по пущению тоже Божьей было, потому что за нашу хладность в вере, за наше отношение такое никакое к Церкви, Христовый Господь отступает и приступает в раг родочеловеческую и совершает свои беззакония. Это так было когда-то и сегодня то же самое. Поэтому и Святая Церковь увеличает подвиги, затвора, молитвы, мученичества, исповедничества и других-других для нас непонятных подвигов, которые совершались в их жизни, в нас ради и нашего ради спасения. Мы с вами видим, что Господь промыслительно всегда беспокоится о человеке. Его промысл святой и богоугодный. Не знали люди этих великих и угодников Божиих, но было землетрясение в Киеве в XVII веке, и случилось так, что много было разрушено зданий, а Киево-Печерская лавра уцелела, но явило из земли, как драгоценный бисер, зерно жизни явилось на поверхности земли. Впоследствии были благоустроены пещеры, и люди приходят до сегодняшнего дня, чтобы послушать молчаливую проповедь. Что такое молчаливая проповедь? Потому что, когда ты приходишь к раке с мощами, ты можешь услышать голос в своем сердце, ты можешь услышать голос в своей жизни, ты можешь услышать молитвы, труды, подвиги, исцеления, наставления, вразумления от того или иного, или в общем количестве всех отцов Киево-Печерских. Это великая сила благодати, которая дана человеку. Святитель Петр Могила прославил этих великих годников Божьих, и мы с вами удивляемся. Тлеет камень, дерево, тлеют одежды, а мощи уже тысячу лет являют нам свидетельством Божьей благодати, что их неприкосница тлений. Они настолько себя напитали святостью, что земля не в силе принять их в свои объятия, хотя сказано «земляйся и в землю возвратившись». Мы удивляемся ихним подвигу, как я уже сказал, 30-40 лет затвора. Когда человек ходит на улице, он общается с людьми, неся подвиг, молитвы, служения. А здесь, кроме вырытой полукруглой или круглой пещерки, или квадратной, даже временами не было их так, чтобы спокойно отдохнуть, лечь на какой-то одр. Они постоянно или сидели, или стояли, или просто были сгорблены и прославляли Бога. Дивен Богу святых своих, потому что человеку не под силу понести такие испытания, лишь только благодать Божия, которая укрепляет и просвещает нас. Мы сегодня не видим при свете, мы сегодня одеваем очки, в то время им кельи, их немаленькие подземелья, освещал свет Христу. Как это мы знаем многих преподобных, они читали Псалтырь, Евангелие, сделаны своим перепечатанным, переписаны, воедино собраны, и Иисусова молитва, подвиг терпения, как Иоанна Многострадального, подвиг терпения болезни, как Пимена Многоболезненного. И каждый святой имеет свой путь. Не случайно говорят, сколько людей, столько путей ко Христу, столько людей спасения. На этом пути стропотной жизни мы можем найти все, что необходимо для нашего с вами вразумления, наставления и спасения. Поздравляю всех с великих радостным праздником, всех отцов Киево-Печерских, и не только в Киеве почивающих. Они находятся и в Воронеже, и в Новгороде, и во Владимире, и в Суздале, и в Москве. Они находятся и в Америке, и в Канаде, везде-всюду. Слово проповеди расходилось, как с Иоаннской горницей, с Киево-Печерской лаврой. И пускай все милостивые Господь услышит их молитвы. А мы, дорогие братья и сестры, послушаем им голоса. Будем приходить в святые пещеры, будем просить у них молитв и заступничества, чтобы и наша жизнь, окончившись здесь на земле, мы были переселены в тихую пристань Царства Небесного, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечна.